Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем беседу с Назирой Рустемовой и тема нашей программы – ретриты. Существует несколько вариантов ретритов. Есть ретрит молчания, когда человек сознательно дает обед, в какое-то время не говорить. Это позволяет очищать ум. А эти ретриты, когда человек совсем уходит от всего мира в темноту, просто посидеть в пустоте, можно так сказать. Назира, я знаю, что в предыдущей нашей встрече ты собиралась именно пойти в такого рода темный ретрит. Расскажи, пожалуйста, что же происходило и как это произошло? В ретрите я перерабатывала молитвы, перемаливала и выработала силу звука молитвой, выработала. С чем я вышла оттуда? С тем, что я могу исцелять звуком. Но это сильная штука, если оно работает. Мы знаем из прошлого, что со звуком именно связано много вещей. В основном это будет предпринято, что ли, ну, тяжело больным, которых медицина как бы не в состоянии вылечить. Ну, того же рака, той же этой астмы. Неселимых болезней нет. И вообще никаких болезней нет. Болезни это все наше сознание, наши мысли, наши труды, в общем, наша жизненная кредо или как вам сказать. Ну, мы сами себе создаем свою жизнь. И каждую болячку в нашей жизни мы ее создаем сами себе. Сами ее вырабатываем, сами ее лелеем, кормим, растим, а потом имеем то, что мы имеем. Рак в основном это плод, что ли, скажем так. Уныние. Когда человек имеет достаточно так скажем внимания, что ли, ну, любви к себе, когда человек очень себя чувствует одиноко, ему не с кем поделиться даже своими, ну, горестями, бедами или даже той же радостью. И когда человек это без конца сам себе твердит, он этим кормит вот этих клеток. Эти раковые клеточки есть у всех, даже и у животных. И вот этой музыкой дали силу этой музыке, которая способна усыпить эти клетки, чтобы они не росли, а просто ушли обратно туда, откуда они появились. Я намеревалась уйти в длительный срок на 40 дней, постольку-поскольку. Просто физически у меня не получалось этих 40 дней, поэтому там еще мама в больнице была. И я как-то урвала и все-таки ушла на неделю, на 7 дней. А как это вообще происходит, Назира? Как это на твоей родине? Ну, я понимаю, что не каждый встречный, поперечный уходит в ретрит. Это еще нужно созреть до этого. Как это происходит? Расскажи. Естественно. Сначала происходит встреча с учителем духовным. Надо найти человека, который согласен будет тебя как бы поддержать за эти дни, смотреть за твоим состоянием. И когда уже будет, ну, если опасность какая-то, то он прерывает. Он прерывает и вытаскивает меня из ямы. Откуда? Это получается, ты сказала, в яме? Да. Это буквально яма в земле? Да. Роют яму в земле. И туда меня сажают. Так, на какую-то подстилку, наверное, да? Ну да, естественно. Там такой же коврик. Там я с собой взяла нож, плетку, четки свои. И вот это вот все, оно впитывает вот эту вот силу. Ну, я так понимаю, что в Казахстане еще жара, поэтому яма, она с одной стороны и ограждает от жары. Жары, да, прохладка. И компенсирует ночью, что не так холодно, да? Ну да. Ну, получается, а зачем плетка нужна, нож? Ну, потому что я же там молюсь. Там эти семь дней я не сплю, я не ем, я не пью, я молюсь. И когда каждая молитва достигает определенного числа, раз, когда ты его промаливаешь, там пробуждается сила этой молитвы, которая будет помогать в том же исцелении, в тех же делах своих. И вот эти, ну, плетка моя, нож мой и четки, они впитывают в себе эту силу. То есть это такие, получается, ритуальные предметы? Да, да, да. Для исцеления. Ну, а тогда вот этот человек, который тебя вел в состоянии вот этого ретрита, темного ретрита, он тебя, получается, вел от начала до конца? Да. И он завершил его, получается, да, в назначенный срок? Да, он видит, когда уже достаточно ты набираешься сил, что он уже дальше тебя не сможет контролировать, и он уже вытаскивает тебя. Ну, вот я знаю, что в тибетских писаниях, описывается, ну, скажем, вершина, это классический сорокадневный ретрит, темный ретрит, когда вот именно примерно вот по такому же способу там не роют могилы, там определяют, ну, комнатку, скажем, такую темную, где нет ни шума, ни звука, ни света и так далее. Там немножко по-другому работа строится. Я хотел бы понять разницу, зачем тебе это было нужно? Это было как некое упражнение по жизни? Ну, да, для очищения, для поднятия духовности, потому что я очень много набираю на себя. И когда это очень многое, когда уже становится очень много, которое я уже не в состоянии сама себя вот так вот очистить, я ухожу в ретрит, и там меня очищают, я молюсь. Ну, получается, что это уже не первый ретрит? Конечно, я раньше по 41 дней там сидела. Ну, вот последний раз я 5 лет тому назад сидела. На 41 день он меня вытащил, учитель мой. Субтитры сделал DimaTorzok Как произошел первый ретрит твоей жизни? Почему ты начала об этом задумываться? Или что тебя привело, что это требуется? Наверное, это мой первый ретрит произошел не по моей воле, как бы, когда меня в больнице сказали, что я умерла, и меня взяли, заживо закопали, ну, похоронили, типа, да. И вот я же там пролежала двое суток в могилке-то. В реальной могиле, получается? Ну, да, в реальной могиле. И вот я считаю, что мой первый ретрит уже по воле-неволе тогда уже произошел. Ну, потом каким-то чудом они узнали, что я жива, выкопали меня. Потом я 25 лет уходила. Ну, тогда у меня был учитель из Ферганы. Только я не под землю уходила, он меня в море держал, на воде. Как это? Ну, 40 дней вот так вот в море сидишь и все. Море, где никого нет. Отмель, получается? Ну, да. То есть, получается, первый ретрит 25 лет произошел на морском побережье, где, в общем-то, никого не было, была такая отмель. Ты непосредственно в воде сидела, примерно как сейчас, только в состоянии медитации некоторой? Да, в воде. А кто тебя этому научил? Или как этому учатся? Ну, это учитель мой, он меня обучал молитве, чилькаф называется, чилькаф. Это 40 раз ка. Буква ка. Так, то есть ты 40 раз повторяешь каф. Каф, да. Кафа кара бука кам. Это вот молитва. Вакафа биллахи валия, вакафа биллахи вакила, вакафа биллахи хабиба, вакафа биллахи басира, вакафа биллахи насира, вакафа биллахи. Алима вакафа биллахи шахида. И вот так вот 40 каф повторяешь, и это надо повторить. По-моему, это повторяли 7000 раз. Ну, а к чему это ведет? К некому просветлению? Да, с одной стороны просветлению, а с другой стороны ты приобретаешь силу этой молитвы. То есть она ведет к просветлению? Ну да. Она ведет к просветлению и к приобретанию силы той молитвы, которую ты прочитал, да, вот, довел до определенного нужного количества раз. Любую молитву, когда определенное количество раз считаешь, она приобретает силу, вернее, она пробуждается, она уже как бы служит тебе. То есть, получается, человек пропитывается вот этой, ну, что ли, информацией, или как это сказать? Я бы сказала, наверное, силой. Силой. Не информацией, а силой. Да, и в любой нужный момент, или как безысходное положение, когда человек попадает в трудную ситуацию, ты молишь эту молитву, призываешь помощь к себе, и ангелы, ну, силой этой молитвы тебя как бы выносят выше этих проблем, как бы. Ну вот, а если вернуться к ретриту, к темному ретриту, когда, ну, можно сказать, образно закапывают в могилу по твоему собственному желанию и намерению, а сколько еще человек таким занимаются в Узбекистане? В Узбекистане больше, чем в Казахстане занимаются ретритом, поскольку в Узбекистане, там есть школа в медресе, там, где обучают, ну, духовные уроки. Преподают в Казахстане, вот только-только начали в мечетях это, ну, не только-только, ну, лет так 10. А в Узбекистане уже детей вообще с малых лет. Они отдают учителям, как по-нашему, по-современному, как в интернат. Отдают детей, все, они заканчивают школу, достигают энного уровня духовности, и тогда учитель приводит ребенка и отдают родителям. И дальше уже смотрят в медресе или куда там, высшее духовное учебное заведение или куда-нибудь, там уже по решению они сами определяются, куда им как. В ретрит они уходят часто, потому что есть четыре с лишним тысяч молитвы, которых нужно, ну, которых невозможно обладать силой, если не пройти вот это вот иное количество раз и вот это вот обряд. Ну, а в России такое вообще существует? Насколько оно распространено? Что ты знаешь об этом? В России? В России я бы не сказала, что это распространено, но в России наверняка есть такие же люди, как я, которые приехали откуда-то, ну, там, в Алтае, по-моему, в Алтайском крае, это, ну, такое духовное место, там наверняка есть вот этот вот ретрит. Есть в Краснодарском крае, там тоже духовные места есть, ну, такие подъемные. Есть в Краснодарском крае, там, в Алтае, по-моему,